Добрый день! Вы слушаете радио «Алмазный край» в эфире рубрика студия 102 и 4 FM. Магазины, жилые дома, гаражи, таксисты – все торгуют левой водкой. Такое утверждение сделала в своем интервью изданию ухан.ру Галина Гуляева, предприниматель из Чернышевска. По мнению госпожи Гуляевой, сейчас в поселке процветает нелегальная торговля алкоголем в обход всех правил лицензирования. О том, насколько справедливо это утверждение и кто сейчас занимается контролем за продажей алкогольных продуктов, расскажут гости студии. Руководитель отдела лицензирования и контроля Республиканского управления по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля Татьяна Гермогенова. Добрый день! И заместитель этого управления Елена Колесникова. Добрый день! Добрый день! Ну что ж, вы уже ознакомились с таким вот достаточно резонансным интервью, которое вот дала предпринимательница из Чернышевска. Что вы думаете по этому поводу? Ну, вообще, Григорий, как раз цель приезда нашего, основная, одна из целей – это как раз ознакомление. И мы планируем как раз завтра ехать в Чернышевский, чтобы получить объективную и адекватную информацию. То есть понятно, что это одно дело. Возможно, там какой-то есть субъективный фактор, да? Его тоже нельзя, значит, убирать, значит, вот из этой ситуации. Поэтому на сегодняшний день мы, конечно, не можем дать точную информацию о том, какое там положение, как обстоят дела. И вот завтра мы будем заниматься проверкой, будем опрашивать людей, и уже как-то у нас будет весь необходимый ресурс информации. Но пока, к сожалению, мы не можем вам дать такую объективную и адекватную информацию по этой ситуации. Ну, давайте тогда объясним нашим слушателям и нашим зрителям, чем занимается ваше управление. Ну, у нас два основных направления и две задачи как управления. Первая – это действительно осуществление в рамках 171-го закона об обороте спиртосодержащей алкогольной продукции, лицензирование и контроль за ней. И вторая немаловажная задача – это снижение уровня потребления алкогольной продукции на территории республики и участие в программах, которые как раз направлены на снижение уровня потребления, которые связаны с пропагандой и просвещением такой деятельности. Ну, так как наше управление не так давно было учреждено, потому что в рамках той политики, которая проводилась руководством республики, конечно, стало понятно, что без определенного органа, который координировал бы направление всей этой работы, необходимо создание подобного управления. Правильно ли я понимаю, что сейчас вы единственная организация, которая вправе выдавать лицензии на продажу алкоголя в том числе? На территории республики мы единственный орган, которому переданы полномечия, которые ответственны именно за лицензирование розничной продажи. То есть давайте опишем тогда алгоритм действия вот того предпринимателя, который задумался о том, что ему неплохо бы продавать вот эту вот специфическую продукцию. Куда он должен направлять свое, скажем так, заявление или где он должен проходить лицензирование, если он, допустим, проживает в том же поселке Черношевском или где-то еще? Ну для этого необходимо собрать документы в соответствии с федеральным законом 171, предоставить можно непосредственно либо нам в управление по адресу Гортикутск проспеклина 4-2 кабинет 508, либо обратиться через многофункциональные центры, мои документы, им подать документы или же направить нам по почте. И вариант. То есть вот такие вот варианты. В принципе, это дистанционно вполне себе можно сделать. Да, все возможно. Скажите, вот как сейчас, какие тенденции наблюдаются? Есть ли рост, скажем так, запросов на получение подобных лицензий или, напротив, этого роста нет? По сравнению с 2015 годом у нас количество лицензиатов у нас уменьшилось, на 500 лицензиатов у нас стало меньше. А почему такое, от чего такое снижение? Ну, во-первых, требования стали жестче для получения лицензии, и в связи с этим у нас идет уменьшение заявлений. То есть из-за требований? Да. Хорошо. Вот, кстати, если возвращаться к той же самой статье, вот достаточно такой жесткой на самом деле, там утверждается, что санкции за деятельность не лицензионную, они достаточно мягкие. Каковы они на самом деле? Ну, а здесь действительно очень большая проблема, при том, эта проблема состоит не только перед нашим регионом, стоит перед всеми субъектами Российской Федерации, потому что на уровне федеральной власти, в кодексе об административных правонарушениях прописано за подобные правонарушениями, ну, мизерный просто штраф от полторы тысячи рублей. И не только наша республика, но и многие регионы России, они выходили с законодательной инициативы о том, чтобы увеличить штрафы. Значит, ну, действительно, как бы достучались. В прошлом году было принято распоряжение правительства Российской Федерации, так называемая дорожная карта, о стабилизации ситуации на алкогольном рынке. И, значит, один из важнейших пунктов, я считаю, это дорожная карта, это как раз ужесточение ответственности за нелегальную продажу алкогольной продукции вплоть до уголовной ответственности. Ну, как мы уже знаем, в прошлом году была введена ответственность за езду в нетрезвом виде, и за ее повторное совершение такой езды человеку грозит уголовная ответственность. Так же и здесь по такому же принципу. Потому что понятно, что во всех регионах принимаются ограничительные меры, и чтобы адекватно реагировать на тот нелегальный всплеск, который пытается заменить легальный, необходимо принимать более жесткие меры. Вот я еще хочу сказать, да, добавить от себя, что важно, кроме того, чтобы проводить ограничительные меры, потому что употребление алкоголя, он влияет на все социально-демографические показатели. Это для нашей страны очень актуально, потому что некоторые социально-демографические показатели у нас серьезно зашкаливают, да, по сравнению с другим миром. Ну, так, я хочу сказать, например, у нас в республике большинство убийств, большинство грабежей и причинений тяжкого вреда здоровью, ну, например, те же самоубийства в 83% совершаются в состоянии алкогольного пенения. И еще раз я тоже тут хочу сделать акцент, что они совершаются не алкоголиками, а совершаются обычными людьми, которые в состоянии измененного сознания после приема алкогольных изделий, они вот могут пойти на такое, на совершение таких поступков. Ну, кроме того, что я думаю, что многие слышали, что у нас и в республике происходили там серьезные страшные случаи, когда погибали люди в ДТП, молодые люди, и дети погибали, и взрослые. То есть от этого не застрахован никто. И поэтому одно, как я сказал, уже важным направлением является пропаганда и просвещение людей, пропаганда трезвого образа жизни. Потому что борьба с этими, ну, то есть антиалкогольная политика, какие прошла этапы? Первый этап – это борьба с алкоголизмом, которая не дает снижения и улучшения социально-демографического показателя, потому что очень маленький процент реабилитации и ремиссии среди алкоголиков. Второе – это профилактика. Но на сегодняшний день приоритетность становится сохранение трезвости среди молодежи и наших детей. Если еще по нашим социологическим исследованиям 5 лет назад старшеклассники в большинстве своем уже попробовали алкоголь и даже регулярно употребляли, то сегодня количество людей, которые употребляют, в 10 раз уменьшилось за 5 лет. То есть с 2010 года уже идет такая системная антиалкогольная политика. Это дает свои результаты, но вот если нужно будет озвучить, я озвучу другие еще параметры. Ну, очень любопытно, на самом деле, по качеству, извините, вот тоже очень важный вопрос. В частности, ведется ли мониторинг вот тех нарушений по продаже нелицензионного алкоголя? То есть это тот алкоголь, который был произведен в пятую смену или в третью смену, как его еще называют, или это откровенная трава, которая тоже когда-то продавалась, по крайней мере, и, возможно, и сейчас продается? То есть каков вообще сейчас вот этот рынок нелегальной алкогольной продукции? Ну, я хочу немножко ремарку сделать здесь. Как-то вот мы действительно, значит, у нас был форум в Жиганске «Трезвая Артика», и приезжали специалисты, и вот когда говорят о нелегальном алкоголе, вот что вот нелегальный алкоголь провоцирует отравление, то нарколог, достаточно известный в России, он сказал о том, что основным фактором того, что, значит, происходят вот такие вот отравления и проблемы после употребления алкоголя, это все-таки токсические свойства этилового спирта, которые входят в состав любых алкогольных изделий. Мониторинг нелегальной продукции вы имеете, нелегального рынка, да, ну, там можно просто сказать в общих чертах, и действительно сейчас идет, как вы говорите, в пятую смену достаточно часто, такие случаи фиксируются. Вот, и здесь один из способов тоже борьбы, это объявление госпонополия. Об этом говорят и в Совете Федерации уже много лет, насколько наши власти, ну, я думаю, что тенденция к этому есть, но, скажем так, она... Госмонополия? Вы имеете в виду госпонополия на производство алкогольной продукции? Да, это один из способов решения данной проблемы. Я скажу, значит, такие цифры, что по официальным данным у нас на каждый рубль, который мы получаем от продажи алкогольной продукции, три рубля выплачиваем из бюджета на то, чтобы, значит, компенсировать те последствия, которые у нас идут от ДТП, от преступлений, от детей и сирот. Этот список можно продолжать бесконечно. Этот рынок достаточно сложно регулировать, если он находится в руках частных лиц, потому что основная их задача – это получение прибыли. Согласно концепции Владимира Владимировича Путина, которая была подписана в 2009 году по снижению масштаба злоупотребления алкогольной продукции, там как раз и прописано о том, что интересы здоровья и жизни населения должны быть стоять выше экономических интересов предпринимателей. Вот сейчас, на самом деле, такая политика и начинает проводиться. И я еще раз говорю, что государству важно не только то, что они будут получать от продажи и производства алкогольной продукции, но они могут так это регулировать, чтобы бремя всех этих социальных неблагополучий не ложилось на государственные бюджеты, на наши плечи. Основная цель продажи алкогольной продукции со стороны предпринимателей – это все-таки получение прибыли и получение ее порой всеми возможными способами. Конечно, такое есть, но, однако, примеры из истории, допустим, США в 20-е годы или Иран в наше время, где полностью запрещено сейчас предпринимательство, связанное с алкоголем, доказывают о том, что контрабанда там весьма и весьма усиливается как раз. И, в принципе, здесь возникает вопрос, потому что закон, конечно, можно принимать, но кто будет контролировать их исполнение? Вот вы одна из тех структур, которая занимается как раз контролем в том числе. Скажите, какими ресурсами вы сейчас располагаете? В каком направлении? Сколько человек, допустим, работает у вас? У нас всего в общем штате у нас работают 13 человек. 13 человек. Это учитывая, что там и юристы, и бухгалтеры. Но вы занимаетесь, причем, всей территорией нашей большой республики. Кто еще занимается контролем как раз за продажей алкоголя? Основные статьи как раз по незаконному борту алкогольной продукции, связанные с этим правонарушением, они находятся в полномочиях с МВД. Но тут понятно, что МВД очень... на них все практически висит, и поэтому мы работаем с ними в тесном контакте. Практически... Ну, мы регулярно проводим совместные рейды, есть это в городе Якутске. Зачастую мы проводим выездные рейды совместно в районах республики тоже с полицейскими. И так как это все-таки специфическое такое направление, мы больше в нем знаем и разбираемся, мы пытаемся и проводить семинары, и проводить какое-то обучение для сотрудников полиции. Скажите, несколько лет назад, буквально несколько лет назад, вот в том числе и вашей деятельностью, вы, по крайней мере, выдачей лицензии занимались, и структурой районного масштаба. Сейчас это все вот перешло к вам. В чем причина вот этого преобразования? Не все районы, не всем районам было делегировано и передано полномочия. Всего 8 районов у нас в республике занимались как раз осуществлением лицензирования розничной продажи алкогольной продукции. Ну, в связи с тем, что тогда начались, когда были проведены проверки, оказалось, что там очень множество нарушений, поэтому было принято решение, что это в один единый орган. Ну, тут понятно, что нарушения зачастую касались того, что это действительно специфическая деятельность, которой вот нужно особые знания и специально штат сотрудников. Хорошо. Вот мы сейчас поговорили о том, что, в принципе, не хватает вот таких вот возможностей. Ну, по крайней мере, я делаю вывод из того, что вы говорите, то, что, в принципе, сейчас вот структуры, либо они загружены, ну, та же самая МВД, структура, которая достаточно загружена, потому что она выполняет множество вещей, либо вот ваше управление, где не так много людей сейчас работает. Здесь, Григорий, нужно просто уточнить, именно в чем не хватает усилий. И здесь самое главное не в том, что не хватает усилий. Наверное, не усилий, а сил. И не то, что сил не хватает, да. А основная проблема на сегодняшний день, я уже говорила об этом, это пробелы в федеральном законодательстве, которые планируются, их вот в течение 2016-2018 годов, их эти пробелы, как бы, решить. Ну что ж, одну из как раз мер по решению вот этого пробела, это была система ЕГАИС, которую, в общем-то, хоть и со скрипом, но все-таки приняли. Расскажите, пожалуйста, как она сейчас работает в республике? Ну, система, автоматизированная система ЕГАИС у нас была внедрена с 1 января 2016 года. До потребителей эта система у нас дошла с 1 июля 2016 года. Любой человек, который купит алкогольную продукцию, ему выдается чек с QR-кодом. Этот QR-код можно проверить, проверить на легальность произведенного товара. В этом QR-коде указывается завод-изготовитель виноводочной продукции, в каком магазине человек купил продукцию. Это можно сделать очень доступным способом. На любой смартфон закачать специальную программу, приложить QR-код, и с QR-кода считывается информация, и эту информацию можно посмотреть на смартфоне. То есть любой человек это может сделать? Да, любой человек. Скажите, а ведется ли какая-то статистика востребованности этой функции? То есть, может быть, на каком-то сайте есть счетчик, который отмечает, как на него заходит часто, вот как раз, который... На нашем официальном сайте есть видео, как видеоурок, как можно воспользоваться этой программой с помощью смартфона, ну, как обучающая. Поэтому для любого человека это очень просто сделать. Нет, не совсем об этом вопрос. Имеется в виду, есть ли какая-то статистика востребованности этой функции? То есть, как часто ее используют? Потому что мы знаем... Нет, к сожалению, такой функции нет. Понятно. Какие еще есть способы проверить подлинность того или иного алкогольного продукта, содержащего алкоголь? Ну, повсеместно продаются у нас сканеры, которые может купить любой человек и проверить. Считывать... Этот сканер считывает марку, наклеенную на произведенную алкогольную продукцию. Она с ультрафиолетом идет и сканирует продукцию. И там уже можно определить. Хорошо. А в чем интерес покупателя в этой функции? В этой функции просто он себя застраховывает от некачественного продукта. Как мы знаем, что от некачественного продукта, так называемого суррогата, человек может умереть, получить какую-то вред своему здоровью. Поэтому человек заинтересован. Либо он пользуется смартфоном и узнает о качестве продукции, действительно ли она произведена, где-то там кустарным способом, либо же на заводе, который действительно имеет лицензию на производство виноводочной продукции. Одним словом, себя обезопасить от некачественного продукта. Хорошо. Давайте еще вернемся к теме ограничений. Вы уже сказали, что сейчас достаточно ограничены как раз деятельности и возможности предпринимателей, которые хотят заниматься продажей соответственной продукции. Какие сейчас ограничения на самом деле существуют, принятые в последнее время? По времени ограничения. Как мы знаем, что алкогольные продукции Республики Саха-Якутия, законам Республики, можно продавать с двух дня до восьми вечера. Требования предъявляются также к самому магазину. Это должно быть специализированный магазин, в котором кроме алкогольной продукции ничего не должно продаваться. Требования у нас есть также к самому зданию. Это здание должно быть в сельских поселениях минимум 25 квадратных метров, в городских поселениях, таких как мирные, это от 50 квадратных метров. Требование должно быть то, что должно находиться в собственности, либо в договоре ренге сроком одного года и должно быть зарегистрировано в Росреестре. Вот такие вот минимальные требования. А также требования для юридических лиц, это наличие уставного капитала, уплаченного, 1 миллион рублей. А кто проверяет соответствие вот этих вот всех правил? Это проверяем мы при выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Так, правильно ли я сейчас понимаю, вот подправьте меня. То есть сейчас возвращаясь к нашему примеру с предпринимателями из Чернышевска, он пошел в МФЦ, подал заявку о том, что он хочет лицензировать свою деятельность. Дальше вы из Якутска прилетаете и смотрите на его, скажем так, его заведение. Да, проводится, вносится приказ о проведении внеплановой, либо документарной проверки. Мы можем на месте у себя в конторе проверить по всем документам, которые предоставил лицензия, претендент на соискание лицензии, либо уже с выездом на месте проверяем торговый объект. Как часто вот такие заведения не проходят вашу проверку? Потому что ни для кого из нас, наверное, не секрет, то что многие предприниматели попытались переформатировать свою деятельность. Они раньше были магазином, а тут внезапно стали рестораном или баром. Ну, у нас в последнее время очень много отказов. В основном у нас отказы идут из-за того, что не соответствует площадь занимавого торгового объекта, не соответствует лицензионным требованиям. Также наличие задолженности. У нас предусмотрено законом, если юридическое лицо имеет задолженности по налогам и сборам, даже одну копеечку, мы отказываем от предоставления лицензии. Понятно. Ну, и если, скажем так, вот горожане знают о том, что у них, вот знают прямо дополнительно, что у них рядом с домом занимается нелегальная продажа алкоголя. Вот как раз после восьми. В какие структуры они могут обратиться? Они могут обратиться либо к нам, либо непосредственно органы внутренних дел. Но органы внутренних дел быстрее, как бы, быстрее примут решение, так как они на месте, да, а мы находимся, всего лишь 13 человек, и мы находимся в городе Якутске. Поэтому проще будет, конечно, обратиться органы внутренних дел. А существует ли какая-то статистика подобных обращений? Ну, за год к нам поступило именно от граждан 41 обращение на сегодняшний день. 41 обращение? По всей республике? Да, в том числе от, по всей республике, в том числе от гражданки Гурьевой, да? А Гуляеве. А Гуляеве, Гуляеве. Понятно. То есть это заявление тоже повлияло. Да, по обработке. Ну, 41 заявление звучит не так уж много, казалось бы. Есть такая точка зрения, вот сейчас уже такой риторический немного вопрос, но очень важный. Потому что есть точка зрения, согласно которой, предпринимательская деятельность, она очень важна для наших как раз городов. Потому что предприниматели, они занимаются не только, скажем так, получением собственной прибыли, но они и предоставляют очень важную услугу для населения. Однако значительная часть прибыли этих людей связана как раз с продажей алкогольной продукции. Когда все уступают такие ограничения, то есть люди не могут, допустим, продавать алкоголь, находясь, если их точка торговая находится в живом помещении. Насколько я помню, сейчас это ограничение действует. Вблизи школ, если это маленький поселок, то школа практически повсюду, скажем так, вот та самая территория ограничения. И таким образом предприниматели либо вынуждены закончить свой бизнес, закрыть его, либо уйти в подполье, якобы это, скажем, из-за того, что просто нерентабельно становится вести этот бизнес. Вот как вы относитесь к этой точке зрения? Ну, здесь необходимо сказать, что не надо как бы весь бизнес, а все предпринимательство, значит, подводить под именно торговлю алкоголем. И необходимо еще учитывать, что все-таки продажа алкоголя это специфического товара, который имеет свои негативные последствия для населения, и он жестко поэтому начинает регулироваться действующим законодательством. У нас есть на сегодняшний день 75 населенных пунктов, которые объявили на своей территории полный запрет продажи алкогольной продукции. И те поселения, в которых уже несколько лет не торговывают полностью, запретили продажу, мы в них выезжали, анализировали ситуацию, которая там происходит. И из них есть поселения, у которых действительно было одно время высокий уровень преступности. На сегодняшний день этот уровень преступности составляет ноль, и снижение общей заболеваемости в них на 50%. По данным медицинских ученых, 40% всех обращений общих в поликлинике это заболевание связано с употреблением алкоголя. И также для себя, действительно, очень часто эта тема поднимается, говорят о том, что действительно как-то зажимается предпринимательство у нас, и бюджет теряет из-за этого деньги. В этих селах торгуют магазины абсолютно без алкогольной продукции, при том их становится больше, потому что покупательская способность увеличивается. В 2015 году на покупку алкогольных изделий население страны потратило 2 триллиона рублей. Эти деньги вложены не только на покупку, мы должны понимать, но и на развитие этого бизнеса. Эти деньги могли пойти в другие направления, в строительство, в развитие легкой промышленности и так далее. И мы понимаем, что деньги, если они не идут в алкоголь, то они не исчезают, они идут в другие направления. И этим направлениям экономически помогают развиваться. Это закон экономики. Поэтому здесь немножко у нас еще такое не совсем объективное восприятие. И вот сейчас мы занимаемся вот этими поселениями. Действительно, очень интересные результаты по итогам их ограничительных мер. То есть, на ваш взгляд, все-таки изменения к лучшему? Это, наверное, не мой взгляд. Это все-таки статистика. Это научно обоснованная платформа данной. Сегодня как раз буду озвучивать. Ну, если говорить о том, что какие у нас были итоги за последние годы, вот за пять лет проведенной антиалкогольной политики, по официальной статистике, у нас количество убийств уменьшилось на 30%. Я еще раз хочу сказать, что большинство тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Грабежи и разбой уменьшились на 70%. Я думаю, что это приятный показатель. И все-таки безопасность нас, наших близких и родных, я думаю, что очень важный фактор. Вы знаете, есть еще одна очень спорная, на мой взгляд, точка зрения, однако она существует. И заключается она в том, что спрос рождает предложение. Если люди действительно хотят этим заниматься, если они не найдут, скажем так, вот такой вот легкой продукции в магазинах, они перейдут на что-то потяжелее. Опять, снова, как вы относитесь к такой вот точке зрения? Вы имеете нелегальные наркотики, да? Да. Опять же, по официальной статистике, на сегодняшний день у нас в стране ежегодно умирает от алкоголя полмиллиона человек, от потребления табака 400 тысяч человек и от потребления нелегальных наркотиков 100 тысяч человек. Мы должны понимать, что на сегодняшний день у нас больше всего воздействует негативно вообще на жизнь, здоровье и наших граждан. По своей специфике, мне приходится ездить, посещать данные заведения, наркологии. И последний раз, когда я была в наркологии, я не увидела там наркоманов. В большинстве своем, то есть там был наркоман, который выписался неделю назад, из 40 коек, 38 коек у нас наркология республиканская, это люди-алкоголики. То есть на сегодняшний день проблема с алкоголем у нас стоит очень серьезно, очень серьезно. Но еще я здесь хочу сказать, я уже вначале сказала о том, что у нас несколько этапов было антиалкогольной политики. Первое – это борьба с алкоголизмом. Второе – это профилактика употребления алкоголя. И третье сейчас – это пропаганда трезвости, потому что трезвость – это не только отказ от алкоголя, это отказ от всех токсикантов и психоактивных веществ. Когда до человека доносится вот эта информация о том, что трезвый мозг работает намного эффективнее, когда человек не употребляет, то есть любой наркотик, он является депрессантом очень мощным, человек не употребляет и токсические депрессанты, он начинает от жизни получать больше красок, больше эмоций, более положительных эмоций. Поэтому здесь очень важно тоже вести пропагандистскую, такую просветительскую деятельность, чтобы люди выбирали для себя трезвый образ жизни. Ну я напомню нашим слушателям и зрителям, что сегодня гостями студии были руководители отдела лицензирования Республиканского управления по лицензированию Татьяна Гермогенова и заместитель начальника этого управления Елена Колесникова. Ну что ж, большое вам спасибо, очень была интересная беседа. Действительно надеюсь, что все-таки потребление алкоголя и в нашей республике, и в нашей стране придет к минимуму, а лучше к нулю. Хорошо, спасибо, до свидания. До свидания.